В данном видео мы разберем несколько программ-приложений, которые уж точно приблизят ваш диджейский путь к созданию вашего первого диджейского сета. Даже если вы не купили диджейский пульт и даже лэптоп, вам понадобится только телефон. Мы рассмотрим те программы-приложения, которые помогут вам быстро находить ту музыку, которую вы хотите сыграть и показать вашей публике. Shazam не нуждается в представлении, тем не менее описание прикрепляю. Перейдем к следующему приложению. SoundCloud. SoundCloud является бесплатным приложением. Также есть платные функции, но они касаются именно тех, кто публикует туда материал. Как начинается поиск вам подходящей музыки в данном приложении? Ищите трек, лайкайте его, ищите другой трек. Чем больше, тем лучше поймут вас нейронные сети. Вы тоже лайкайте. Вы выходите в меню. SoundCloud предлагает нам раздел того, что нам нравится. То есть нейронные сети предлагают нам послушать плейлисты и исполнителей, которые похожи на тех, кого мы только что лайкали. Следующее приложение — социальная сеть ВКонтакте. Она в принципе была создана для того, чтобы люди обменивались бесплатно файлами, и наверняка за музыку не надо платить. Лично я никогда не скачивал на телефон музыку из ВКонтакте. Скачивал сразу в ноутбук. Пишем в поисковике название расширения для вашего браузера SaveFromNet Helper. В данном случае у меня Firefox браузер. И, кстати, для Safari SaveFromNet Helper не работает. Заходим на официальную страницу. Добавляем расширение к своему браузеру. У меня уже добавлено. Далее переходим на страницу ВКонтакте. И при необходимости мы можем обновить страницу. И после чего у нас появляется новая кнопка напротив каждого файла. Также ВКонтакте можно использовать для того, чтобы искать лейбл, за которым вы следите. Также имеет паблик ВКонтакте. Далее TikTok. В TikTok возможно находить музыку, которая вам нравится. Но, тем не менее, здесь нужно налаживать отношения с нейронными сетями. Вы показываете, что вам контент какой-то нравится или не нравится. Нашли название в TikTok, скачали ВКонтакте. Прости, господи. Теперь переходим к платным приложениям. Это так называемые диджейские пулы. BPM Supreme. Как он работает? Первым клиентам система предлагает 10 долларов в месяц на то, чтобы подписаться на диджейский материал. Далее сумма примерно составляет около 20 долларов. Там есть разделение по жанрам. В общем, просто нужно зайти на сайт и поизучать. Клевая штука. DJ City. Более дорогой портал категории диджейский пул. Покупаете платную подписку. И можно также искать по жанрам. Я думаю, что, чтобы правильно распределять свои финансы на диджейский пул, лучше подписаться на один месяц, отменить подписку по окончанию данного месяца. И в течение вот этого периода вы каждый день, или как вам удобно, ищите, скачиваете треки, имеете эти файлы для сортировки. Кстати, сортировка материала – это отдельное видео. Помимо предыдущих названных источников, обязательно пробуйте для себя музыкальный стриминговый сервис. Apple Music, Яндекс, возможно, Дизер. Разница в количестве предлагаемых треков у этих стримингов неразличимая. Стриминг-сервисы могут предлагать музыку для каждого созданного нами плейлиста по отдельности. Например, вы хотите собрать плейлист, который кардинально отличается от вашего привычного вкуса. И вы создаете новый плейлист, закидываете туда несколько треков, то есть, чем больше треков, тем лучше. Чуть ниже к этому плейлисту Spotify предлагает уже те треки, которые похожи именно на этот плейлист. Какой диджейский пул использовать вам? Тут уж на вкус и цвет товарищей нет.